Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию видеоролик, посвященный эндоскопической операции при синдроме немой верхнечрустной пазухи. Мы видим тотально затемненную и уменьшенную в верхнечрустную пазуху и крючковидный отросток, который втянут в полость верхнечрустной пазухи и прилежит к орбите. Это правая половина носа. Мы используем эндоскоп 0 градусов. Устанавливаем турунду с адреналином в средний носовой ход, смещая среднюю раковину к перегородке. Также дожидаемся, пока возникнет вазоконстрикция. И теперь мы прекрасно видим крючковидный отросток, за ним буллэт майдалис. Заводим обратный выкусыватель, за крючковидный отросток, аккуратно зная, что он очень тесно прилежит к орбите, чтобы ее не повредить. И скусываем в ретроградном направлении. После этого с помощью крючка удаляем и отодвигаем верхние отделы крючковидного отростка. Для этого также используем щипцы на 90 градусов. Далее используем эндоскоп 70 градусов. Вот это стенка орбит, она очень низко расположена. Заходим за нижний отдел крючковидного отростка, отодвигаем их и заглядываем вниз. У нас пазуха будет уходить вниз. Это естественно соустия. Мы видим через него, что пазуха заполнена характерным густым средством содержимым, что достаточно характерно для синдрома нему и пазухи. Отодвигаем крючковидный отросток, расширяем соустик сзади. Видно, насколько низко расположена орбита. Скусываем с помощью щипцов, прокусывающих насквозь. После этого удаляем содержимое верхней щипной базухи. Это достаточно густая слизь. Удаляем остатки крючковидного отростка. Для этого используем обратный выкусыватель. После этого осматриваем пазуху. Видна перемычка в области естественного соусти. Ее рассекаем, чтобы не было синдрома рециркуляции слизистой, слизистого отделяемого. И видно, что пазуха абсолютно свободна. Среднюю раковину фиксируем к перегородке с помощью шовного материала викрил. Это предотвращает образование синехии. Спасибо за внимание.